Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите телеканал ЛОД. В эфире тема дня. Сегодня мы с вами поговорим о военных полигонах и разминировании территории Луганщины. У нас в гостях начальник группы гражданско-военного сотрудничества подполковник Павел Коротченко. Здравствуйте! Добрый вечер! Павел Петрович, контрольно-пропускной пункт в Золотом планировали открыть еще в середине февраля, но из-за обстрелов это открытие отменили. Сейчас мы знаем, что это открытие будет 31 марта. Скажите, можем ли мы сейчас говорить о том, что оно обязательно сбудется или все же может что-то помешать? Давайте, что и местная власть, и военные, и пограничники все настроены на то, чтобы этот акт все-таки состоялся. Потому что это долгожданная контрольно-пропускной пункт входа-выхода. Во-первых, его уникальность, скажем, на этой территории в том, что это не только пешеходный пункт пропуска, но и автомобильный. Соответственно, уже пробегать полтора-два километра между одним входом и другим входом уже не надо. Это большой плюс в данной ситуации. Что касается его открытия, то все настроено, все идет по графику. Ну, утверждать о том, что это будет сорвано, ну, по крайней мере, это будет не зависеть от местной администрации, от военных, ну, и от всех заинтересованных лиц. Скажите, безопасно ли сейчас на этом пункте въезда-выезда? Вы понимаете, вся любая прилегающая территория, которая ограничена, так скажем, серая зона понятия уже убрали, но к линии соприкосновения сложно сказать, что оно 100% безопасно. Но делаются все усилия к тому, чтобы это было безопасно. Начнем с того, что на самом КПВВ строится убежище, но это уже крайний случай. А так привлекаются и ОБСЕ, и наглядовая миссия, так называемая, то есть совместного центра координации и прекращения огня. То есть все эти заинтересованные лица находятся в зеркальном положении на этой стороне, на той стороне. То есть максимум усилий в любом случае будет приложено. Нет ли сейчас обстрелов на этом? На сегодняшний день на самом КПВВ обстрелов нет. Хотя, когда начинались работы, то провокации были. На сегодняшний день более-менее, скажем так, тихо. В принципе, вообще тихо, сложно сказать. Но обстрелов не фиксируется, по крайней мере. У нас есть схема этого пункта пропуска. Пожалуйста, разъясните нашим телезрителям, что и где и... Если кто знает местность, там находится, если стать лицом в сторону линии соприкосновения, там справа раньше была заправка, так называемых штанов. То есть проходят две дороги. Справа будет устроен проезд для автомобилей, можно увидеть на схеме. А слева будет построена пешеходная зона с кабинетами, вернее, с вагончиками, где будет находиться фискальная служба, пограничники, СБУ. Единственное такое замечание к людям, чтобы они четко соблюдали правила прохода на этом КПВВ. Потому что справа и слева в связи с требованиями военных все заминировано. К сожалению, таковы реалии на сегодняшний день и времени. В принципе, там будет все понятно. Во-первых, показатели минной опасности выставлены, то есть топ-мины. Показана схема. В общем-то, все доступно, все абсолютно приемлемо и понятно. Время работы этого пункта пропуска как-то изменилось вообще, если сравнивать с другими? Или время остается старым? Ну, согласно закона, который был принят по КПВВ, в принципе, прописано, что в летний период с 6 до 20, и в зимний с 8 до 17. Но как будет организовано, это можно будет уже сказать ближе к тому моменту, как откроется КПВВ в золотом. Естественно, это будет рассказано через средства массовой информации. Ну, и на самом КПВВ будет висеть этот график работы. По большому счету, здесь будем стремиться к этому времени, а как оно уже получится, покажет время и ситуация на самом КПВВ. То есть будем ждать открытия, которое уже будет через несколько дней. Павел Петрович, с начала военных действий на территории Луганщины было организовано также очень много полигонов для учения военнослушащих. Скажите, какая их численность на сегодняшний день? Я не могу вам сказать точное их достаточное количество. Единственное, что на сегодняшний день проводится работа по их ограничению, и количество должно быть оптимальным. То есть теперь в каждом карьере, в принципе, в каждой лощине уже никто стрелять не будет. Это я вам довожу официально. Я могу назвать районы, которые на сегодняшний день обозначены для полигонов. Это Старобельский район, Новоайдарский, Станично-Луганский, Беловодский и Попаснянские районы. Могу добавить, что по нашим требованиям время работы, скажем так, то есть пользования полигонов в основном это 9.00-15.00. И вечернее время с 18.00 до 22.00. Поэтому обращаюсь к жителям. Если вы находитесь не в указанных районах и слышите стрельбу, то в принципе вы имеете право полное сообщить ближайшее отделение полиции, чтобы был проведен разбор данного случая. Но это касается только полигонов, которые принадлежат вооруженным силам Украины. Потому что есть еще Национальная гвардия, ну и другие подразделения. Но в данной ситуации мы делаем оптимальное количество полигонов, чтобы не мешать местным жителям заниматься своими делами, ну и чтобы было более-менее тихо и спокойно. Это количество оправдано на сегодняшний день? Да, абсолютно оправдано. То есть не больше, как говорится, но и не меньше. То есть каждому большому подразделению выделен один полигон. Военные полигоны для учения наших солдат должны располагаться от линии фронта не ближе, чем на 15 километров. Это верно? Да, согласно последним минским договоренностям было указано, что полигоны должны находиться не ближе 15 километров до линии соприкосновения. Почему на сегодняшний день возникают некоторые сложности? То есть мы в основном старались занимать те места, где и, скажем, в довоенное время были полигоны, который был в трехизбенке. Но на сегодняшний день мы вынуждены искать другие места для проведения занятий. То есть полигон – это то место, где солдат оттачивает свое мастерство. Можно теоретически знать всего много, но это здесь как у хирурга, у врача. Если ты не пробуешь, то грош тебе цена. Поэтому, к сожалению, мы вынуждены определять места для полигонов, для того, чтобы наш солдат имел возможность заниматься. А какое расстояние должно быть между населенным пунктом и полигоном? Ну, все зависит от характера полигона, скажем, есть стрелковый полигон, для техники и так далее. Но, тем не менее, мы, как правило, ставим два полета, пролета, снаряда, скажем. Так более, я не могу вам уточнить, не имею права в километрах. Но в любом случае люди, которые занимаются размещением полигонов, определением их местонахождения, закладывают в дальность между населенным пунктом и местом проведения стрельб, достаточное для того, чтобы не было рикошета или излетного полета поля, так называемого. Довольно часто проводятся вечерние учения на полигонах. Скажите, не поступало ли никаких жалоб в Центр гражданского военного сотрудничества от простых жителей? Не спрашивали, что это за такие вечерние учения? Давайте начнем с того, что на самом деле их не так много. Допустим, за последний период их проводилось всего двое. Все, что происходит мимо этого, то это, скажем, чья-то отсебятина, с которой мы со своей стороны боремся. Ну и призываем местных жителей обращать на это внимание, чтобы эти процессы упорядочить. Чем оснащены и что есть на таких полигонах для учения наших военнослужащих? Какие там учения в первую очередь проводятся? Ну, начнем с того, что в первую очередь мы проводим индивидуальную стрелковую подготовку. Дальше идет техника вооружения и артиллерия. Но все средства защиты, то есть выделяется пожарная техника, выделяется специальная группа наблюдения, которые ограничивают место. То есть они смотрят, чтобы никто и чужой не зашел на полигон. Плюс на полигонах есть команда прекратить стрельбу, если в поле видимости появляется кто-то сторонний. Ну и там, где проводят стрельбу, большая техника, система пожарогашения. В общем-то весь комплекс мер для безопасности на полигонах, которые выделены для подразделения для проведения подготовки, в обязательном порядке присутствуют. С момента начала боевых действий на территории нашей области прошло уже два года. Скажите, с этого момента места полигонов как-то изменились или они все-таки базируются на одном и том же месте? На сегодняшний день те полигоны, которые находились на удалении больше чем 15 километров от линии соприкосновения, они остались на своих местах. Уже и люди привыкли как бы. То есть мы стараемся не будоражить новыми местами размещения полигонов. Ну а те, которые были в 15-километровой зоне, да, мы вынуждены переносить. Ну и я уже повторюсь, мы оптимизируем количество. То есть некоторые места проведения стрельб мы закрываем. Скажите, согласовываются ли места полигонов с местной властью? В обязательном порядке. То есть в обязательном порядке на сегодняшний день, если мы открываем новый полигон, то с местной властью, с советами местными, то есть обязательно проходит процесс взаимодействия, процесс, скажем, утряски. То есть обязательно местная власть знает, поэтому о том, что здесь будет полигон или он здесь есть, то есть документы готовятся по отведению земли или по аренде земли, то есть в том виде, в котором мы согласно законодательству можем эти процессы проводить. Могут ли они по каким-то причинам запретить проводить учения на том или ином участке? В принципе, как бы согласно законодательству какие-то моменты есть, да, но в основном мы стараемся проводить это взаимодействие, то есть там посевная, еще какие-то есть на сегодняшний день требования. Поэтому мы согласовываем свои действия с местными органами власти, местным населением, ну и стараемся прислушиваться, конечно. Ну, запретить, немножко громко сказано, конечно. А всегда ли знает местное население, где находится ближайший полигон? Значит, мы стараемся в этом плане местное население, которое проживает возле полигона, слышит его, как минимум оповещать, что он здесь есть. Но дальше я не вижу смысла просто будоражить население. Но местные, местные, как правило, знают. Есть ли посты оцепления для таких мест? Да, обязательно есть посты оцепления, дабы никто посторонний не попал на полигон. То есть посторонний никак не может туда попасть в любое время? Не в любое время, скажем так, что во время стрельбы выставляется оцепление. И причем оцепление смотрит не только за попаданием на территорию людей, вернее, людей, а также животных. То есть любое существо, которое в момент стрельбы попадает на полигон, и не является военнослужащим, сразу прекращается стрельба, но и проводятся действия кто, что предупредить, уберечь и так далее. Проверяются ли полигоны после завершения таких тренировок? Как соблюдается именно безопасность? В обязательном порядке после стрельбы, скажем, крупным калибром, обязательно после проведения стрельб проходят инженера, саперы смотрят, не осталось ли не разорвавшихся снарядов, смотрят, нет ли мин, гранатометов, минометов. То есть в обязательном порядке инженерная зачистка местности после стрельбы проводится. То есть если уже по завершению тренировки люди, местное население будет проходить по этому полигону, никакой угрозы для их жизни этот полигон не несет? Правильно я вас понимаю? Мы предпринимаем максимум усилий, чтобы так было, но моя рекомендация все-таки в такие места не заходить. Все-таки человеческий фактор всегда остается человеческим фактором. Где-то что-то упустили, особенно после ночной стрельбы не все можно увидеть. То в любом случае, там, где были боевые действия или стреляли, я не рекомендовал бы ходить туда. Будут ли существовать такие полигоны после того, когда военные действия на территории нашей области все-таки прекратятся? Я думаю, что, скорее всего, нет. Будет выделен какой-то единый общевойсковой полигон. То есть он будет один на всю область или один на район? Я думаю, один на область, потому что на сегодняшний день требования к солдату достаточно высоки. Необходимо постоянно держать себя, что называется, в тонусе. В более мирное время это уже будет какая-то очередность, будут уже другие графики. И, скорее всего, будет один полигон, если вообще будет, скажем так. Павел Петрович, группы гражданско-военного сотрудничества продолжают работу над разминированием территории Луганщины. Скажите, есть ли на сегодня уже территория, которая безопасна для наших жителей? Я имею в виду это поля, это леса, это возле речки территория. Ну, вы нам немного льстите, мы не проводим разминирование, но мы организовываем эти процессы по заявкам местным жителям. Давайте начнем с того, как вообще начинается этот процесс. То есть если кто-либо или какая организация, или физическое лицо хочет проверить территорию, то он обращается в органы местного самоуправления или в органы государственного управления в данном регионе, пишет заявление, после чего через районные администрации это заявление попадает до руководителя оперативно-тактической группировки «Луганск». Соответственно, там рассматривается на предмет возможности. Ну, я имею в виду под возможностю, это место, где хотят проводить работы по разминированию или по проверке. Потому что чем ближе к линии соприкосновения, требования военных, требования безопасности для военных. Существует так называемое танкоопасное направление, которые заминированы в большинстве случаев. Можно сказать, что и все заминированы. То есть мы не можем там снять мины и остаться как бы открытыми. Все, что касается выше, туда вот такой процесс подачи заявки рассматривается. Выдвигается группа саперов, либо гражданской обороны, вернее, как у нас, на случайных ситуациях. Либо военных саперов, то есть в зависимости от района ответственности. И проводят инженерную зачистку местности. Саперы проверяют на наличие мин, фугасов, ну и любых взрывоопасных предметов. Много ли на сегодняшний день есть опасных мест не только для местного населения, но и для ваших сотрудников? Давайте так, что в первый период войны, чего греха-то, мины ставили, где попало, ну не скажем, не где попало, то есть закрывали себя, но очень много карт так называемых минных полей просто не сохранилось. Это раз, потому что ситуация была активная и очень горячая. Во-вторых, минные поля, которые ставил противник, естественно, у нас их нет. Сказать, что где-то есть разведанные места и полностью безопасные на сегодняшний день сложно. Ну, мы занимаемся такой вот, скажем, картой местности. То есть на будущее где-то, ну, ближе, наверное, уже к более теплому времени мы, по крайней мере, постараемся показать районы, где более-менее чисто. Но в любом случае надо соблюдать меры безопасности при нахождении на природе. Вот с приходом весны многие люди, пытаясь сэкономить свое личное время, пытаются всячески объехать контрольно-пропускные пункты, пытаются проехать блокпосты по грунтовым дорогам. Безопасно ли это? Я бы абсолютно не рекомендовал, потому что если посмотреть на сегодняшний день, да, когда закончилась еще Вторая мировая война, Великой Отечественной, да, мы до сих пор находим снаряды и мины еще с тех времен, уже прошло практически 70 лет. А если смотреть здесь, то все свежее, если так можно сказать. И абсолютно рекомендованы эти проезды, потому что, во-первых, дожди вымывают мины. То есть то, что вчера лежало, скажем так, более-менее безопасно, на сегодняшний день может оказаться опасным. Во-вторых, при переездах через грунтовые дороги, когда их разбивают, разбивают, люди пытаются проехать чуть правее. А правее уже буквально в 50 сантиметрах может лежать та же самая мина. Подрыв танковой мины, ну, извините, от легкого автомобиля не остается ничего. Военнослужащие ездят по грунтовым дорогам, по полям или все же они тоже пытаются лучше проезжать по асфальту? На служащих определены определенные дороги, по которым они ездят. То есть мы проводим инженерную разведку местности ежедневно. Соответственно, там, где мы ездим, более-менее безопасно. Хотя, как вы знаете, средства массовой информации из интернета, то несчастные случаи, тем не менее, случаются. Мне это очень плохо. И, ну, если начать с вопроса, который вы задали, то лучше не рисковать. Жизнь дается один раз, и второй раз вы ее не проживете уже. Можно ли у местных властей узнать, где находится заминированная территория? Или это вопрос секретный? Ну, конечно, мы не можем говорить, где заминированная территория находится, особенно возле линии соприкосновения. Все, что касается высшей линии соприкосновения, то мы стараемся оповещать местные органы власти о том, что там есть опасные районы, которые районы уже проверены, о том, что они чистые. Везде стоят таблички или нет? Или на это не стоит уделять такого внимания? Может, табличка стоит, а в другом месте не стоит? Как быть? Ну, начнем с того, что если где-то случайно, по каким-то каналам информации, доходит информация о том, что там возможен район заминирования, то дабы избежать несчастных случаев, подрыва, то выставляются знаки, что местность заминирована. Это не означает, ну, не факт, что там есть мины, но я бы никому не рекомендовал их проверять. Во-вторых, там, где территория чистая, то, в принципе, это можно посмотреть на картах, то есть обозначить территорию, что она чистая, ну, вы же понимаете, этим никто не занимается. Поэтому... Как решить можно этот вопрос, Павел Петрович? Кто должен его в первую очередь решать? В первую очередь эти вопросы решает наш МЧС. То есть это на той территории, которая считается там, где прошли выборы, да, то есть территория Луганской области, где свободно, то есть там, где не находится оперативно-тактическая группировка, то там в первую очередь этим занимается МЧС. А чем ближе уже к линии соприкосновения, то здесь уже мы как бы работаем в параллельном режиме. То есть если вам в Центр военно-гражданского сотрудничества будут поступать какие-то, ну, поступают, вам говорят, вот эта вот территория опасна, вы передаете дальше эту свутку в МЧС, как вы решаете этот вопрос? Все зависит, чья-то на этот момент зона ответственности. То есть если это наша зона ответственности, то мы ее проверяем, и если она подлежит очищению, скажем, или извлечению всех взрывоопасных предметов, то мы проводим самостоятельно. Если это зона ответственности ДСНС, значит, туда перенаправляем эту заявку, и они проводят уже своими силами. Павел Петрович, есть ли все же люди, которые живут в нашей прифронтовой зоне, все-таки они соберутся поехать на весенний отдых в родные места? Что следует знать и учитывать при такой поездке? Есть ли какие-то простые знания для того, чтобы вовремя среагировать на опасность? Ну, перемещаясь по дорогам, во-первых, желательно, конечно, ехать по асфальту, а во-вторых, пользоваться теми проезжими путями, которыми уже пользовались до вас. То есть не стараться искать какие-то свои отдельные тропы, то есть быть сталкером, это достаточно опасно. Но в любом случае, перемещаясь по дороге, обращайте внимание на нее. То есть в местах закладки мин на сегодняшний день, если она старая, то может просесть земля. То есть может какая-то выемка быть. Во-вторых, меняется цвет травы в данном месте, но если там есть трава. В-третьих, всевозможные растяжки, проволочки и так далее. Как их можно заметить? Исключительно визуально. То есть если вы видите, ну, я не думаю, что здесь за два года войны кто-то как бы уже не понимает, как выглядит растяжка, но тем не менее, проволоки, лески, веревки, все, что натянуто на высоте где-то в районе колена, уже должно вызывать подозрения как минимум. Ну и второе правило, которое существует, и оно обязательно, вплоть до уровня параноидальности, то все, что вы не ложили, вы не берете. В любом случае, это правило номера с выживанием. Даже если вы что-то увидели, вы да заподозрили, вы можете сомневаться, что это мина, но если вам даже показалось, лучше каким-то моментом, какими-то, я не знаю, тряпками, веревками, палками это место пометить, сразу же заявить в органы ДСНС или местной власти. Как это нужно сделать? Это нужно сделать по мобильному телефону, не отходя от места, где обнаружили находку, правильно? Не обязательно, но в любом случае, чем быстрее вы это сделаете, то тем, возможно, сохраните больше жизни. Потому что пометив любой такой вот предмет, сообщив кто-то, кто менее с крепкими нервами, скажем так, или более любопытный, туда полезет, ну и будет случиться трагедия. То есть нужно в наше время быть очень аккуратными. Да. И я же еще раз повторюсь, все, что вы не ложили, все, что у вас вызывает сомнение, вы должны обойти десятой стороной. Все, что вы не ложили, вы не берете. Это правило выживания даже на войне. Павел Петрович, спасибо вам большое, что вы нашли время и пришли к нам в студию, все разъяснили для наших телезрителей. Спасибо. Вам, дорогие телезрители, я тоже говорю спасибо, что были вместе с нами на телеканале ЛОД. До встречи в следующих программах. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин